приветствую вас и у проблемы которые вы описали есть две стороны первая сторона это как бы сказать внешне вторая сторона это внутренне и давайте начнем наверное разбор со стороны внешне она эта сторона несколько более простая по крайней мере для восприятия нашим потому не будет проще легче начать решение своей проблемы и так вы пишете что стали значит мы с тобой обещать чтобы постоянно проводится время в телефон вы стали с собой замечать это означает что какое-то время назад был такой период времени когда вы не сидели в телефоне не проводили там много времени и потом определенный момент вы начали замечать что проводится времени больше необходимо проанализировать подумать воссоздать событий которые были происходили с вами в тот момент для того чтобы понять какие именно происшествия повлияли на вас таким образом вы захотели убежать оградиться от проблем виртуальной реальности что ваше жизнь на данный момент несет для вас угрозу что является разразителем что беспокоит вас что заставляет не нервничать чувствовать себя не уверен что разразило вот мы явление этих моментов этих ситуаций этих элементов позволит понять для себя что именно они послужили причины для того чтобы вы дали больше времени проводить телефон соответственно эти события вам желательно обратить самое пристальное внимание для того чтобы их разрешить чтобы разрешить эти ситуации чтобы как-то устранить их прийти к какому-то решению относительно них или привести свое отношение к ним в некую такую гармоничную форму которая позволит вам ну перестать расценивать их как прямую угрозу себе иногда внешний стимул для того чтобы избегать реального мира у вас исчезнет теперь поговорим про внутреннюю сторону внутреннюю про субъективную момент он заключается в том что во первых сидение в телефоне вам что-то дает дает вам какие-то ощущения ну например защищенность например такой стабильность например стабильность это ну и на понять что вам дает телефон какие эмоции у них чувствуют как вы ощущаете себя занимаясь им и как вы ощущаете себя и мне занимать понимание того что вы находите в нем даст вам представление о своих своих потребностях и о том что эти потребности были неправильно отмечены то есть у вас есть какие-то неладные но вы удовлетворяете их самым доступным способом через телефон тогда как нужно нужно все-таки стараться отмечивать их естественным образом потому что телефон лично дает кратковременное удовлетворение и неглубокое для чего вам требуется постоянно себе телефон чтобы поддерживать удовлетворение это не более чем иллюзия до тех пор пока вы не поймете чего вы хотите что дает вам телефон не будет у вас никакого реального направления для правильного осуществления своих желаний это первое второе второе заключается в том что привычка и желание отучиться от привычки значит можно реализовать с помощью нескольких средств ну вообще-то говоря это одно средство средство внимания но оно разделяется на два кардинальных применений и формально считается что это внимание и мотивация но лично мне почему-то кажется что оба эти средства работают через внимание так вот в первую очередь вы говорите что вот вам нужно сесть и готовиться к экзаменам и вы вместо этого собственно говоря сидите в телефоне то есть вот недостаточно мотивов для того чтобы заниматься деятельности вы не можете вероятного всего на этой деятельности сконцентрироваться и вследствие этого возникают проблемы проблемы соответственно что нужно делать во первых нам нужно тренировать свое внимание чтобы если вы начали чем-то заниматься то ничем другим больше не могли бы увеличить пока они закончили начатое вами дело внимание тренируется так же как и любая другая способность любая другая функция через тренировку и научение берем любой предмет который у вас есть легкий легкий пример простой пример и кладем его перед собой начинаем думать только о нем думаем только об этом и не допускаю свои мысли свое сознание ничего другого кроме всего что связано с этим пример постепенно вначале это будет тяжело но постепенно вы можете учиться большее время фокусироваться свое внимание на чем-то конкретным и повышая сложность примет вы постепенно обретете возможность контролировать свое внимание и не отвлекаться на другие раздражающие факторы просто игнорировать их второй момент второе средство это мотивация необходимо искать дополнительные мотивы при всех прочих условиях при соблюдении всего того чем я говорил ранее необходимо искать дополнительные мотивы для того чтобы заниматься той деятельностью которая вам действительно важно там если вы понимаете что делать что-то ладно но не делать значит мотивов вам не хватает и мотивы нужно повышать повышение мотивов есть одно из самых главных средств для обвыкания от привычки значит а вот говоря про учебу мотивов что вы учитесь для чего чтобы выучиться профессии чтобы стать самостоятельным чтобы для льду и это очень здорово но важно узнать что для вас наиболее важно что вас больше всего волнует и вот именно это то что вас больше всего волнует связать с тем что вы делаете может быть даже чего вы боитесь то есть допустим вы боитесь там остаться допустим одно в данном случае этот страх можно обратить себя на себе во благо как очень просто если вы не будете ничего делать если вы не будете никак не реализовываться то вы будете одно вы не будете никому никому и каждый раз когда вам не хочется заниматься просто вспоминаете о том что вы можете остаться одного этого и это помыть вашим вашим мотивационные силы для занятия людей но это лишь пример там это в реально вы можете очень много моментов связать всем что вам нужно делать это и гордость значит значит и гордость с родителями это и оценка друзей это и успешность это и осуществление своих мечтан своих желаний например у вас есть какая-то мечта и вы хотите допустим попасть на дорогостоящий курорт допустим то вы попасть на дорогостоящий курорт ну и заработать деньги 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 вы сможете заработать только если обучитесь той профессии которой вы сейчас занимаетесь поэтому нужно хорошо ее знать чтобы хорошо ездать нужно соответственно готовиться когда а телефон собственно вам ничего не дает это постоянно держа в голове то что вам важно и связывая это то что вам важно с деятельностью которые вы осуществляете вы будете повышать свое мотивационное поле что и позволит вам не отвлекаться на другие вещи но к сожалению это еще не все дело в том что телефон сам по себе это ведь привычка вы просто по привычке даже неосознанно берете и начинаете в нем сидеть и привычка как и любая другая это как бы действия неосознаваемые до конца вам вот вы можете даже не заметить как взяли телефон и начали в нем сидеть помните я говорил правильно внимание так вот внимание в алиэзии если вы видите что телефон у вас используется для времени то это нужно менять и целенаправленно используя как раз таки в вашем внимании взять себе такой телефон в котором вы бы не могли сидеть в контакте допустим ну не имел бы таких функций то есть он просто исключительно лишь только для звонков и не более того то есть лишить себя вот этой вот возможности привычно реализовывать свои потребности и тогда поначалу вам будет тяжело потому что энергия привыкла реализовываться определенным образом но постепенно не имея привычного выхода она начнет реализовываться другими путями и более естественными путями и со временем вы убедитесь в том удивитесь тому насколько более глубоко стали удовлетворяться ваши потребности которые раньше вы стремились реализовать в телефоне но это нужно время и первым шагом для вас станет именно именно как бы устранение основного основного предмета привычки и тогда у вас все будет в порядке на этом все надеюсь что помог вам если какие то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста делайте его лучшим буду благодарен спасибо 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 någonting как Продолжение следует...